В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Вице-губернатор по сельскому хозяйству покидает свой пост. Интернет пестрит заголовками, что он серьезно заболел. Роман Русанов пришел в областную администрацию в конце 2013 года. Тогда он возглавил департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности. С марта 15-го он стал отвечать за агропромышленный комплекс. Но вот уже больше месяца вице-губернатор не появляется на рабочем месте, не принимает участие в публичных мероприятиях и не дает никаких комментариев. И это в тот момент, когда районы области буквально один за другим охватывает африканская чума свиней. Как объясняют в Белом доме, Русанов сейчас находится на больничном. В связи с тяжелым заболеванием он не может исполнять свои обязанности. Из должности уходит именно по состоянию здоровья. К тому, как он исполнял свои профессиональные обязанности, у губернатора Орловой претензий нет. Также в Белом доме пояснили, что должность вице-губернатора, отвечающего за аграрный сектор, остается вакантной. Сейчас назначен координатор по сельскому хозяйству. Им стал первый заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Олег Макаров. Четверо взрослых и трое подростков пострадали в ДТП за последние сутки. Сегодня в 6 часу утра в микрорайоне Юрьевец водитель автомашины ГАЗ-2705 из Санкт-Петербурга не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Мерседес из Иваново, который стоял на перекрестке и ждал, когда загорится зеленый. Виновник ДТП получил закрыто-черепную мозговую травму и сотрясение, а его пассажир еще и переломы обеих ног и носа. Еще двое мужчин пострадали в ДТП на 76-м километре автодороги Колокша-Кольчугина-Александров в Верхние Дворики. По словам пострадавших, происшествие спровоцировал неизвестный автомобиль. Пойдя на обгон КамАЗа, который буксировал Урал, он совершил касательное столкновение с большегрузом и скрылся с места аварии. От удара сцепка разломилась, Урал съехал в кювет, а КамАЗ потащила на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым Вольво. Водители КамАЗа и Вольво получили серьезные травмы. А в Вязниках происшествия случилось еще у одного надземного пешеходного моста. Правда, на этот раз большегруз его не задел, а перевернулся рядом. Пользователи соцсетей предполагают, что водитель фуры просто-напросто на большой скорости не вписался в крутой поворот. Но эту версию в ГИБДД пока не подтверждают. Также сразу трое подростков пострадали в Юрьевпольском районе. Накануне вечером 14-летний парень на мопеде сбил своих знакомых девушек 13 и 14 лет. Они все с одной школы возвращались с вечерней прогулки домой. И он самоуверенно лихачил около них. И в какой-то момент не справился с управлением и допустил наезд на двух девочек. По данному факту уже родители привлечены к ответственности за то, что допустили к управлению транспортным средством не совершеннолетнего, не имеющего водительского удостоверения. Одна девочка амбулаторна с ушибами, вторую девочку 14 лет была госпитализирована. В ближайшее время она приведет к больнице вместо подготовки в школе. Вот погуляли так. Одно из самых громких судебных дел последних лет. В Ленинском райсуде Владимира огласили приговор Льву Круглову. Его имя стало известно в марте прошлого года. Именно этот человек, по версии следствия, готовил похищение сити-менеджера Суздаля Сергея Сахарова. От чиновника Круглов планировал получить большую сумму денег, а затем его убить. Какое наказание получил преступник? Из зала суда Никита Королев. На скамье подсудимых Лев Круглов. Его обвиняют в подготовке к похищению и убийству бывшего мэра Владимира, а ныне главы администрации Суздаля. Как считает следствие, похититель собирался вымогать у Сергея Сахарова 10 миллионов рублей. Чтобы высокопоставленный чиновник не пошел в полицию, Сахаров должен был умереть. Тело сити-менеджера Круглов намеревался отвезти в багажнике автомобиля на свалку и там захоронить. Несколько раз он выезжал в Суздаль, пытался отследить маршрут его передвижения на территории города Владимира. Он приискал гараж, в котором намеревался совершать свои преступные действия, подвергать пыткам. Как установили следствие и суд, пытать Сахарова, похититель собирался строительными инструментами, шуруповертами, ножами, напильниками и иглами. Ими он намеревался методично отсекать пальцы рук и спиливать зубы своей жертве. Сорвали покушения силовики и правоохранители. На допросе Круглов свою вину признал. Он рассказал следователям, что с выкупом собирался бежать за границу, но позже от своих слов обвиняемый отказался. В отношении него проведена психиатрическая экспертиза. Специалисты обнаружили у 30-летнего Льва Круглова органическое расстройство личности, но признали вменяемым. В принудительном лечении мужчина не нуждался. За приготовление к похищению, вымогательству и убийству гособвинение просило суд отправить Круглова на 10 лет за решетку. В зале суда о приглашении приговора Круглов выставил себя героем настоящего криминального романа. Он написал письмо своей возлюбленной. В нем попросил, несмотря ни на что, запомнить его таким, какой он есть сейчас. А над посланием нарисовал Льва, который передает сердце Розе. Роза, видимо, символизировала его возлюбленную. Строго говоря, послание осталось без ответа. Девушка видимых эмоций не проявляла. Хотя увидятся они теперь не скоро. Наказание назначить Круглова, окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год. Меру пресечения Круглова до вступления приговора законную силу оставить прежний в виде содержания под стражей. Приговоренный с решением суда не согласен. Средством массовой информации он заявил, что в деле очень много неточностей. На инструменты, на которые ссылается судья, на них нет ни следов моего ДНК, ни моих отпечатков пальцев. Запись, которую СМИ показывали 25-26-го полгода, там видно, что в момент задержания я нахожусь в кожаной курточке. После задержания на некому фляжу. То есть меня переодели. Вину свою Круглов так и не признал. А само дело против него назвал сфабрикованным. Приставам, видимо, такой интерес СМИ к приговоренному очень не понравился. Такое поведение пристава по отношению к сотруднику телеканала мы считаем некорректным. И просим руководства Ленинского райсуда обратить на это внимание. Что касается Льва Круглова, стало известно, что его жертвой мог бы стать не только Сергей Сахаров, а и директор крупного мебельного рынка. И даже губернатор Орлова. Никита Королёв, Артём Горчаков, 6 канал. Что для одних хорошо, а для других не очень. Владимирская область – единственный регион России, где разработали специальную бонусную программу капитального ремонта. В неё попали 40 многоквартирных домов. Ремонт в большинстве из них уже завершён. Есть в регионе и дома, где жильцы недовольны проводимыми работами. В детали капитального ремонта углубился Михаил Массиянчик. Этот дом на улице Устинолаби областного центра 1953 года постройки. Последний раз косметический ремонт провели в 90-х. А о капитальном жильце могли только мечтать. Ведь в двухэтажном здании всего 12 квартир. По программе капремонта отремонтировать фасад и заменить балконы планировалось в 2020-м. Но сроки сдвинулись. Примерно так многоквартирный дом выглядел до ремонта. Теперь розовое строение одной из самых привлекательных в районе. Жильцы не могут нарадоваться. Да был просто косметический. Покрасили немножко дом и всё. А сейчас уже сделали капитальный. Балконы были, конечно, плохие такие. Сыпались все. Сейчас они поставили все новые. Все прекрасно. Мы всем довольны. Балконы никогда не ремонтировались. Вот сейчас первый раз был ремонт балконов. Конечно, мы довольны. Потому что, ну, уже надежды никакой не было, что вот пройдешь под балконом, а балкон тебе на голову не упадет. Конечно, уже пора было ремонтировать. На глаз всё хорошо, говорят собственники. Но принимали объект эксперты. И никаких нареканий не возникло. Да ещё и подрядчик работ даёт гарантию на пять лет. А вот этому двухэтажному дому по улице Полины Осипенко в прошлом году исполнилось 75 лет. Аварийным или ветхим его не признали. Поэтому в ближайшее время не снесут. А это значит, что он как минимум нуждается в ремонте. Все конструктивные элементы прилегающей крыши давно прогнили. А она сама то и дело протекала. Но капитально заделать её планировали аж в 2026. И опять жителей порадовали. Теперь они защищены от дождя и снега. Она была шиферной. Сделали металлическую. Естественно, металлическая кровля эксплуатируется проще. Снегозадержатели там установлены для безопасности. А так будем поддерживать, ремонтировать. В перспективе, наверное, надо фасады им покрасить, конечно. Ещё одним счастливчиком стал дом на улице Модорова. Конкретно здесь сделали капитальный ремонт фасадов с утеплением торцевых стен и заменили все балконы. Сроки, как и в предыдущих случаях, сдвинулись в пользу жителей. И вот почему. Те дома, которые имеют оплату взноса капремонта 100% и выше, они имеют возможность получить ремонт досрочно до того, как наступит их очередь. Причём источниками финансирования являются проценты, которые начисляются на те деньги, которые находятся на счёт регионального оператора. То есть здесь нет ни бюджета, ни средств жителей. Это чисто те проценты, которые начисляет банк за те деньги, которые находятся на счёт оператора. Владимирская область – единственный субъект России, который разработал бонус программу капремонта. Летом прошлого года губернатор подписала постановление о её реализации. В неё попали всего 40 домов-отличников со всего региона. На сегодняшний день ремонт выполнен уже в 26 из них. Остальные вот-вот сдадутся. В региональном фонде капремонта считают программу успешной и планируют её продолжать. На следующий год уже нашли 80 домов-кандидатов. Но попасть в программу не так просто. Основное, на что обращают внимание при отборе – год, на который запланирован капремонт. Износ дома и последний ремонт. Если ситуация в здании не критична, то оно может подождать очереди. Что касается самого капремонта, то не всем достаются пряники. Например, в доме 63 по улице Горького в прошлом году ремонтировали балконы. Часть жителей увидела, что этот ремонт из себя представляет и на свои балконы рабочих не пустила. Никакое сравнение не идёт. Те балконы, которые сейчас у нас, да, и те, которые новые поставили, ну, скажем так, по качеству видно, что там сделаны отвратительно новые. И скорее они упадут кому-то на голову, чем то, что вот сделано ещё было в старой эпоху. Потому что они защищены, дождь не попадает. А эти балконы после новой, после одной зимы, эти плиты начали осыпаться. На тех собственников, кто наотрез отказался от замены балкона в фонд капремонта, подал в суд и выиграл. Просто люди, ну, не хотят они там убирать своё остекление на балконе, там у кого-то уютно там стоять, не знаю, там креслица, пепелинца. Конечно, человек не хочет этот балкон разбирать. Мы готовы этот балкон сделать, но люди против. Поэтому нам пришлось обратиться в суд с иском об обязании обеспечить доступ к этому имуществу. Фонд ссылается на решение общего собрания 2015 года, которого по факту не проводилось. Там и подписи несуществующих собственников, и там кворума нет. Но более того, даже сюда умудрились вписать ручкой слово «замена балконных плит». А вписали почему-то именно «замена балконных плит». Ну, мы так полагаем, что это специально к суду и сделали. Шельцы намерены подавать апелляцию и дальше держать оборону. Мотивируя это тем, что новых балконов, которые рушатся быстрее, чем старые, они не хотят. Они не могут понять, почему пристали к их лоджиям. Ведь в городе полно балконов, на которых действительно нужно обратить внимание. Михаил Мессиянчик, Илья Фомин, Шестой канал. В школу с проверкой. Меньше месяца остается до начала нового учебного года. 1 сентября за парты сядут более 30 тысяч владимирских школьников. Сейчас во всех 48 образовательных учреждениях города идут последние приготовления. Их готовность к старту учебного года контролируют специальные комиссии. Что они проверяют и какие проблемы есть у школ, узнала Маргарита Махрова. Пока ученики на каникулах, 37-я школа сама сдаёт экзамен. Комиссия от управления образования проверяет, как подготовились образовательные учреждения города к новому учебному году. В роли проверяющих не только чиновники, но даже и полицейские. На входе комиссию встречает контрольно-пропускная система. В 37-й школе её ввели год назад. Дети у нас проходят по специальным карточкам. Мы контролируем систему входа и выхода детей. Порядка стало больше. И родители спокойнее. В школе более тысячи учеников. И с каждым годом их количество растёт. Ребята даже учатся в две смены. На данный момент уже набрали целых 6 первых классов. Заниматься самые младшие ученики будут в таких вот аудиториях. На соответствие санитарным нормам все классы уже проверили инспекторы Роспотребнадзора. Готовы в школе принятие детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них оборудован специальный класс. Вот здесь вот больше никто кроме этих детей не занимается. Дети с кланями зрения. Ну то есть разные они имеют диагнозы. Поэтому здесь вот мы специально вот этот кабинет оборудовали. Особая гордость школы – отдельный класс для изучения правил дорожного движения. Такой один на весь город. Здесь для младших школьников проводят неклассные занятия в игровой форме. Результат налицо, говорят педагоги. От дорожных полицейских ни разу не поступало жалоб на учеников школы. Даже наоборот. Мы участвуем в разных конкурсах, которые организуются чаще всего на базе юношеской автомобильной школы. И вот в прошлом году мы заняли первое место в областном смотре конкурсе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Комиссия осмотрела все ключевые школьные объекты. Не обошли вниманием санузлы и столовую. Она может принимать одновременно по 240 учеников и полностью готова к учебному году. За здоровьем школьников проследят в медицинских кабинетах. В 37-й школе целых два медицинских кабинета. На данный момент они укомплектованы всеми необходимыми медикаментами. Например, здесь есть даже вакцина от гриппа. То есть ребята, которые придут сюда 1 сентября, уже смогут сделать прививки. Удалось в школе справиться и с главной бедой – протечками крыши. Она не выдержала обильных осадков и нуждалась в срочном ремонте. На него муниципальные власти выделили миллион 250 тысяч рублей. Ремонтные работы некоторые члены комиссии контролировали лично. Мы приезжали периодически и контролировали, как идут работы, каким материалом, в соответствии этих материалов. На последнем контроле у нас замечаний не было по качеству выполненных работ. В этом году на ремонт школ муниципальные власти выделили больше средств, чем обычно. Только на ремонт кровель в более 40 школах города – 37 миллионов рублей. А территорию 37-й школы еще и оградили новым забором. Старый пришел в негодность еще 15 лет назад. Мы в этом году больше сделали именно за счет средств, которые выделило нам управление образованием. Мы сейчас будем заниматься полами. Вот уже эта работа начинается. В целом членов комиссии готовность школы устроила. Поэтому специалисты подписали акты приема. Они уже проверили более 30 из 48 городских школ. И пока ни одно учебное заведение не вызвало серьезных нареканий. В этом году школы подготовились гораздо лучше, чем в прошлом, говорят чиновники. На сегодняшний момент проблем как таковых нет. Есть вопросы небольшие, есть замечания, которые каждое образовательное учреждение в силах устранить до начала учебного года. Устранить небольшие замечания, что-то подкрасить или заменить лампочки, к примеру, руководство школ должно до 25 августа. За этим проследит комиссия. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал. С пациентами наладят обратную связь. В этом месяце во всех медучреждениях области должны появиться книги жалоб и предложений. Оставлять сообщения пациенты смогут не только на бумаге, но и в режиме онлайн, через настенные планшеты. Подобные современные технологии уже есть в некоторых больницах. В чем преимущество электронных жалобных книг? Расскажет Татьяна Данилова. Книги жалоб в пятой поликлинике существуют с 2012 года. В основном владимирцы здесь оставляют отзывы о работе узких специалистов. Бывает, что жалуются на нарушение этики со стороны врачей. Одно из частых замечаний – лекарственное обеспечение. С таблетками все время проблема. Но вот не решатся эти проблемы. Мне сказали, до 21-го еще подождите. То пойду в суд, в прокуратуру. Девять таблеток положено. Человек после обширного инфаркта, значит. А выписывают одну. Значит, остальные я должен идти свои деньги покупать. Все жалобы, по словам руководства больницы, регулярно мониторятся. Если нарушение подтверждается, принимаются меры. В пятой горбольнице стараются идти навстречу пациентам. Например, еще в прошлом году было много предложений по улучшению больничной инфраструктуры. Починить лифты, утеплить регистратуру. Вот, пожалуйста, одно из предложений сейчас реализуется. У нас идет реконструкция регистратуры, холорегистратуры. Здесь будет немножко по-другому все. И будет теплее, чем было до сих пор в зимнее время. Предлагали там и ставить тепловые фильтры. Ну, наш народ очень изобретательный. И многому у него можно научиться. Пока в поликлинике можно найти книгу жалоб лишь старого образца. Но владимирцы оставляют здесь не только свои претензии, но и говорят спасибо за оказанную помощь. Но совсем скоро здесь появится новая книга жалоб наподобие вот этой электронной приемной, где любой желающий может связаться лично с руководством больницы. Нужно будет просто нажать запись и выбрать. Будем мы благодарить, либо жаловаться. Электронная приемная облздрава для многих пациентов диковинка. И некоторые используют ее не по назначению. Многие владимирцы пользуются этим устройством в тестовом режиме. Бывает, что и при это передают руководству. Просто смотрят, как это работает, не вставляя никаких сообщений. Поэтому все-таки просьба к пациентам использовать это устройство по назначению. И главное, не забыть в конце сообщения оставить контактный номер, говорят в облздраве, чтобы проблема решалась адресно. Электронная приемная, книга жалоб и предложений, устройства необходимые, говорят медики. До начальства все обращения будут доходить быстро и без посредников. Это возможность напрямую обратиться не через какие-то инстанции, когда по законодательству положенное количество дней надо выдерживать, а здесь на месте сразу, потому что она проверяется буквально через часы. Даже не днями, а через часы. Уже в середине августа руководители всех медучреждений региона должны будут отчитаться о наличии жалобных книг. Но, как поясняют в облздраве, не возбраняется иметь только бумажный вариант книги жалоб, потому что электронную может себе позволить не каждая больница. Да и пациентам удобнее написать жалобу от руки. Татьяна Данилова, Артем Горчаков, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. Переселили всех, кого планировали. Более трех тысяч человек уже справили новоселье по программе переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов. В рамках этой программы завершилось строительство последних трех домов в Гусь-Хрустальном, Собинке и Коврове. А всего в разных районах области возвели полсотни новостроек. В них расселили людей из почти 180 домов, которые признали аварийными до 1 января 2012 года, на что ушло около 2 миллиардов рублей. Очередная программа переселения начнется уже в следующем году и продлится до 2022 года. В ее рамках будет переселено 8 тысяч человек из 400 домов. На это потребуется 4,5 миллиарда рублей. В пятницу в области начинается операция «Бахус». Массовая проверка водителей на состояние алкогольного опьянения пройдет во всех районах. С начала этого года по вине нетрезвых водителей произошло почти 140 ДТП, 211 человек пострадало и 20 погибло. Наказание понесли более трех тысяч нарушителей сухого закона за рулем. Сотрудники ГАИ напоминают, если водитель пьяный или отказался от медосвидетельствования, то ему грозит лишение прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. А если попался второй раз, то это уже уголовная ответственность. Операция «Бахус» продлится до 20 августа. Чиновники на учениях отрабатывались действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Для ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации привлекли 79 человек и 30 единиц техники. На тренировке совершенствовались практические навыки должностных лиц, отрабатывались вопросы взаимодействия по своевременному проведению аварийно-восстановительных работ, связанных с отключением электроэнергии. Учебные цели тренировки достигнуты. Новый советник у губернатора. Буквально вчера мы сообщили о том, что Виталий Лонский ушел с поста руководителя комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению областной администрации, потому что достиг пенсионного возраста. А сегодня стало известно, что Светлана Орлова назначила его своим советником. Впрочем, зарплата на такой должности не полагается. Да и сам Лонский пенсионером становиться не собирается. В его планах возглавить одно из промышленных предприятий. Какое, пока неизвестно. Парк без каруселей. Горожане, отдыхающие в Центральном городском парке, возмущены отсутствием аттракционов. На сегодняшний день там есть только колесо обозрений, пара батутов, детская площадка и площадка для роллеров и скейбордистов. Всеми любимые американские горки, паровозик и лодочки демонтировали три года назад. На месте, где они располагались, сейчас пустырь. Появятся ли там новые развлечения для детей и взрослых и когда? Расскажем далее. После реконструкции Центральный городской парк действительно преобразился, говорят отдыхающие. Бывшая 800-ка заиграла новыми красками. Здесь появился еще один фонтан, детская площадка и зоны отдыха. Проведены большие работы по благоустройству. Установлено освещение. Вот только с развлечениями беда. По словам посетителей, одного колесообозрения, двух батутов и проката машинок явно недостаточно. Сравнивать с какими-то крупными парками в других городах, конечно, там гораздо более развитая вся эта детско-аттракционная инфраструктура. А для Центрального парка города Владимира, мне кажется, все-таки могло быть получше. Ну надо делать аттракционы-то. Обязательно надо аттракционы. Для детей-то можно. Здесь вот все тут, видите, развивается фонтаны красивые. Раньше аттракционы для детей и взрослых располагались вот на этом участке. Здесь были и американские горки, и автодром, и любимым малышами паровозик. Теперь же на этом пустыре лишь аккуратно сложенные ветки деревьев. Здесь, я помню, тоже были аттракционы, можно и прийти, были и самим покататься, и детей тоже можно покатать. Сейчас нет. Мы не думаем, мы вам даже говорим, что действительно развлечений не хватает. Для детей, конечно, нужно еще сделать какие-нибудь дополнительные аттракционы. Вряд ли же было много аттракционов. Я не знаю, какие еще в парках аттракционы. Мы сейчас как раз шли, говорим, там все порушили. А вроде бы сделать детские какие-нибудь тоже те же качели, паровозики. Аттракционы, которые демонтировали три года назад, были небезопасные. Новые же пока не установили по нескольким причинам. Во-первых, их закупка была запланирована на последний этап реконструкции парка. Во-вторых, найти надежного поставщика, готового соблюсти условия муниципального контракта, оказалось не так-то просто. Тем не менее, на сегодняшний день большинство вопросов решено. Площадку под установку каруселей уже начали готовить. Буквально со дня на день мы объявляем закупку аттракционов, именно аттракционы семейного формата. И очень надеемся, ну уже, конечно, после Дня города, сейчас ни в коем случае не нужно спешить, да, нужно все установить качественно, со всеми требованиями. Мы примем эти аттракционы, установим их. Мы рассчитываем, да, что осенью, осенью в Центральном городском парке эти аттракционы, городок детских аттракционов уже появится. Такой городок обойдется городской казне в 12 миллионов рублей. К осени в нем должны разместить 5 аттракционов, бассейн с лодками в виде лебедей, летающую скамейку, качели-корабль, цепочную карусель, а также карусель с подъемом посадочных мест на 10 человек. Алексей Дудин, Илья Фомин, Шестой канал. На этом у меня все. Я напоминаю, прямую трансляцию наших новостей вы можете посмотреть на сайте www.6tv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Столбики термометров покажут 19-21 градус со знаком «плюс». По сведению метеорологов, завтра в областном центре будет переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 55%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова